привет у нас сегодня снова спектакль сегодняшний наш герой это гриб маховик среди маховиков существует очень много разных грибов в основном они все съедобные кстати говоря известный польский гриб это тоже маховик у меня сегодня красивый маховичок маховик зеленый вот он вот он очень часто маховики ну и другие конечно же грибы очень любят расти возле тропинок вот видите такая лесная тропинка куда-то там ведущая там ходят грибники все собираются зайти куда-то поглубже для того чтобы больше найти грибов но очень часто грибы можно найти как раз недалеко возле тропинок видите вот тропинка и здесь вот прям рядом с ней растут такие красавцы вон малютка и вот еще посмотрите сразу две штуки начинаю с этого гриба гриб замечательный замечательный красивый посмотрите какой яркий геменофор яркий прямо сейчас проверим его так ой ой смотрите какой какой замечательный и расцветка у него очень такая аппетитная съедобная видите и яркие очень трубочки маховик зеленый имеет вот такое вот свойство интересное он меняет цвет при надавливании особенно на геменофор но вот я обратил внимание что если маховик мало молодой он как-то так с неохотой меняет цвет вот в этом месте я надавил и прошло наверное минут пять пока цвет поменялся у более взрослых грибов он меняется сразу моментально как только вы надавите где-нибудь или же повредите гриб он довольно быстро приобретает зеленоватый какой-то синеватый оттенок а этот видите молоденький почему-то пришлось довольно долго ждать сейчас посмотрю на эту семейку папа мама красивый красивый грибок основание видите ножка немножечко такая какая-то закрученная слегка вот видите красивый и обратите внимание на ножку имеет ребристость определенная интересно да такая форма ребристая вот в этой части а дальше ближе к основанию она немножечко темнеет ну-ка тебя посмотрим тебя посмотрим какой ты у нас красавчик а красавчик у нас уже слегка поеденный а она ничего видите достаточно было немножко ножку обрезать и дальше уже в принципе можем доедать этот гриб вместе с червячками этот гриб я кладу в корзинку так малютка что с тобой делать оставлять не оставлять ну вот что что делать я думаю что мы тоже заберем потому что растешь ты возле тропинки а это значит что кроме грибоеда здесь может еще кто-то ходить вот так вот так вот так ну в принципе этот гриб нормальный абсолютно идем дальше так здесь у нас персонаж уже готов так кстати видите посинение еще больше явное стало эти то есть еще полежал этот гриб и прям явно явно синий цвет ножка кстати говоря именно срез ножки не синеет подобрались мы к тебе наконец-то о такой симпатичный натюрморт из грибочков получился вот здесь кучка кучка красивых грибов и еще один не менее красивый да любят любят лесные жители грибы очень любят также как и мы с вами они их с удовольствием едят иногда даже не разбирают съедобный гриб несъедобный так что иногда даже ядовитые грибы можно встретить червивые в общем на это не ведитесь если гриб червивый то он съедобный но это совершенно не так ядовитые грибы тоже червивые ну а это у нас прекрасный замечательный маховик маховик зеленый не отходя от тех предыдущих грибов моих маховичков буквально метра два три не отходя или отходя отходя обнаружил еще два еще два брательника да и смотрите здесь не попадаются вот именно в этом месте не попадаются они старые очевидно они только-только начали расти опять же какая интересная ребристая ножка да только начали расти и поэтому поэтому мне сегодня несказанно повезло это чуть-чуть постарше видите чуть-чуть постарше и даже видно что у него форма шляпки начинает слегка меняться и вот проверим насколько как он синеет у нас вот видите я надавил надавил в этом месте ну и будем будем наблюдать пока мы будем наблюдать будем проверять наблюдать и проверять о эти хороший гриб хороший гриб о такой же хороший гриб ребята мне еще совсем червивых маховиков не попадалось это меня это меня очень даже радует вот этот который повзрослее начал менять цвет немного быстрее немного быстрее вот вид вид виден уже зеленоватый такой конкретный оттенок и посмотрите какие какие у него глубокие поры вот эти дырки видите дырочки гименофор очень глубокий вот я сейчас показываю очень близко и видно прямо даже в глубину можно посмотреть в глубину этого отверстия как пчелиные соты нет на соты не похоже потому что он именно такой вот гименофор бесформенный какой-то разные разные фигуры исполняет но нельзя сказать что вот какой-то определенной гимеатрической формы нет посмотрите как соединяется гименофор с ножкой гриба видите постепенно плавно плавно переходит в ножку люблю я собирать маленькие грибы да хотя там мало грибного мяса но зато но зато они всегда симпатичные вкусные хорошие не червивые увидите как этот как этот экземпляр вот так вот смотрите какой смотрите ну какой шикарный а вот большие крупные грибы не всегда такие не всегда такого качества а этот прям аж хочется его поцеловать красавчик ну какой ну вообще маховик зеленый заслужил титул гриб космополит так как имеет очень широкий ареал распространения и неприхотлив грунтам и влажности именно поэтому все вы видели или собирали этот гриб маховик зеленый растет в лиственных смешанных и даже в хвойных лесах и в кустарниках любит освещенные места обочины троп канавы и опушки его можно встретить иногда даже на гниющей древесине в общем растет везде часто маховик встречается группами и на одной территории можно собрать достаточно много гриба что радует заядлых грибников это отличный съедобный гриб второй категории маховик очень богат белками что делает этот гриб особенно ценным для вегетарианцев и тех кто соблюдает диету в грибе много витаминов и минералов особенно витамина b что ставит маховик в один ряд зерновыми продуктами но есть у гриба интересный феномен который некоторых грибников пугает а некоторых настораживает похожим эффектом обладают и другие маховики и не только гриб умеет менять цвет в местах надавливания или других повреждений в этих местах маховик становится зеленым или синеватым что это за интересное свойство почему некоторые грибы синеют при механическом повреждении гриба повреждается целостность некоторых клеток и вещества которые находятся внутри клетки вступают в контакт с кислородом некоторые вещества вступая в окислительный процесс меняют цвет например синеют зеленеют краснеют просто темнеют и так далее в зависимости от вещества есть два абсолютно противоположных мнения относительно синеющих грибов во-первых синеет значит ядовит и второе мнение ни один ядовитый гриб не синеет если синеет признак съедобности так вот ни одно из этих утверждений не верно среди грибов меняющих цвет есть как съедобные так и ядовитые грибы например некоторые аминокислоты в грибах которые содержат серу могут менять цвет при контакте с кислородом также изменение цвета гриба на синий связано с окислением вызванным ферментом тирозиназой этот фермент может содержаться как съедобных так и в ядовитых грибах например вот некоторые представители синеющих именно ядовитых грибов боровик коренящийся красавчик вот еще один боровик прекрасный это его название да посмотрите какой прекрасный ядовитый боровик ну и конечно всем известный сатанинский гриб название говорит само за себя так что синева не является ориентиром съедобности или ядовитости гриба как же хорошо что наш синеющий маховик зеленый отличный съедобный гриб а теперь занавес закрывается подписывайтесь на мой канал гриба нет ставьте лайки и до следующих встреч на следующей премьере грибного спектакля пока